Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Погода, как утверждает Грета Тунберг, теплеет, климат теплеет, и мы это можем видеть непосредственно сейчас, потому что я вот стою зимой, и никакого мороза нет совершенно, вот уже не первый ролик, откровенно говоря, сейчас снимаю, и совершенно не замерз, единственное, дождик падает. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что же делать с несчастными растениями, которые не могут тоже понять, как и я, зима сейчас, или весна, или что вообще на улице происходит. Одними из наиболее чувствительных растений к перепадам температуры и к таким вот каким-то непонятным историям с погодой являются, конечно же, розы. Мы, когда наступила осень, когда первые морозики пришли, конечно же, согласно многолетним рекомендациям и нашему опыту, укрыли наши розы лапником с тем, чтобы они не вымерзли, закрылись здесь снегом, и чтобы здесь все с ними было хорошо. Однако, ни снега, ни морозного периода, ничего нету. Что же делать с такими растениями, что делать в этой ситуации? Открывать их, не открывать их, проветривать, чем-то обрабатывать, что делать? Конечно, это время для саженцев, таких вот растений для роз, является очень опасным. Почему? Потому что грибные инфекции сейчас очень-очень активны. И те, кто не провел обработки саженцев перед укрытием, или гипохлоритом, или железом, или медью, конечно же, рискуют получить определенные выпивания и повреждения саженцев, особенно с наступлением морозного периода. Потому что кора, все очень чувствительно к развитию грибной инфекции. Поэтому, если на улице положительная температура, такие искореняющие обработки вы можете провести даже сейчас. Информация у нас на канале имеется. Что же касается укрытия, то сейчас нужно поступить следующим образом. Если земля под укрытием является не замерзшей, если там абсолютно мороза никакого нет, и у вас глухое укрытие, то есть с пленкой, со спонбондом, с какими-то такими сильными утепляющими материалами, то в этом случае укрытие лучше немножечко приоткрыть, для того, чтобы обеспечить проветривание саженцев, и доступ кислорода к ветвям, для исключения выпривания саженцев. Если же укрытие у вас организовано так же, как здесь у меня, то есть это просто ветви хвойных растений, они достаточно много дыхания дают, достаточно много кислорода дают саженцам, то в этом случае ничего с вашими саженцами делать не нужно. Они вполне будут хорошо здесь зимовать. То же самое касается жимолости, винограда и многих-многих других растений, лаванды, которые мы утепляем и укрываем на зиму. Что делать? Если бы установилась постоянная морозная погода, то никаких хлопот бы у нас и не было. А из-за того, что вот эти колебания температуры происходят, и растениям тоже сложно сориентироваться, какую погоду ожидать, и что будет впереди, лучше всего им все-таки помочь. И даже если вам хлопотно поехать к себе на дачу, и стоят теплые погоды, не поленитесь, съездите и приоткройте, как бы дайте кислорода туда внутрь, для того, чтобы все-таки находясь в достаточно активном состоянии, а ведь от температуры зависит физиологическое состояние растений, они начинают достаточно активно дышать. В этом случае дайте им этот кислород для того, чтобы предотвратить выпривание и как следствие активное развитие грибковой инфекции. Берегите ваши растения, берегите себя, берегите ваши розы и всю красоту на своих участках. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok